Добрый день, уважаемые телезрители живого телевидения! Сегодня в очередной раз мы с вами встречаемся в программе «Анекдоты». Александр Акселерот нам расскажет очередную партию, можно сказать, концептуальных анекдотов, которые связаны с их оздоровительной силой. Но оздоравливает не только анекдоты, а вообще всякий юмор, как установили американские исследователи. У них там один человек просто помирал уже и совсем уже почти помер от рассеянного склероза. И врач, это хрестоматийный случай, догадался или же ему просто пришло в голову показывать, но поскольку ничего уже не помогало, и он вот-вот помрет, просто для развлечения показывать ему юмористические кинофильмы. После первого же юмористического кинофильма, а пациент был подключен ко всяким датчикам, как у них водится, все параметры начали резко увеличиваться, улучшаться. То есть ему стали показывать их регулярно и круглый день. И к большому удивлению медицинской общественности, он выздоровел без всяких лекарств. Вы что-то хотели, из предварительного разговора у вас возникла ассоциация. Когда перед началом передачи возник небольшой диспут, две минуты до начала или три минуты до начала, и продолжался он ровно, вы понимаете, три минуты. И в связи с этим я вспомнил следующий анекдот, который бы, если бы я его рассказал не приберега к этой секунде. Берега или что вы сказали? Приберега. А, нет, Берега у меня послышался. Решив приберечь. Да, решил приберечь. И как раз он бы выполнил одну из тех функций анекдотов терапевтических или успокоительных, или улучшающих как состояние человека, так и группы людей, то бишь социума. То есть об этом мы поговорим подробнее. И начнем как раз с этого анекдота. На приеме у английской королевы она случайно, краем уха, услышала разговор испанского и французского послов, суть которого была в том, что любую женщину можно купить. Она ужасно возмутилась и, не выдержав, подошла к ним и сказала, господа, я вот случайно услышала такую вещь, вы, мол, чего это такое говорите? На что французский посол вспыхнул, гордо выпрямился и сказал, мадам, я всегда отвечаю за свои слова. Тут вспыхнула и гордо выпрямилась английская королева и сказала, так что, по-вашему, можно и меня купить? Конечно, сказал французский посол. Что сказала английская королева? И сколько, по-вашему, я стою? Тут французский посол не смеша окинул взглядом сверху вниз английскую королеву и сказал, где-то франков 500. Сколько, сколько, сказала английская королева? Вот видите, мадам, вы уже торгуете. Да, да, действительно, ей ничего не оставалось. Конечно, что ей может остаться? Это просто не посол, а какой-то, я не знаю, философ, Сократ. Ну, наверное, это было не в наше время. Ну, конечно, в наше время все было бы гораздо короче. То есть они бы сразу договорились? Ну, возможно, да. Или не договорились. Или не договорились. Или бы договорились, но не исполнили обещание. Или договорились, но не они. Возвращаясь к теме, значит, по поводу, если некоторые наши слушатели помнят самое первое наше общение, то речь шла о том, когда человек слышит что-то, вызывающее у него улыбку или смех, у него образуются связи между участками мозга, между группами нейронов. И это вызывает как раз вот этот вот смех, улыбку, но при этом выделяются вещества, эндоморфины, которые вызывают удовольствие, наслаждение. И само по себе вот это состояние организма, когда выделяются эти вещества, оно как раз и приводит к оздоровлению организма. Между прочим, это совершенно, мне кажется, просто совершенная мысль, по той причине, что она подтверждена алкоголиками и наркоманами. Дело в том, что когда употребляется суррогатный алкоголь, который вырабатывается организм, тем не менее, без всякого употребления алкоголя, или когда употребляются морфины или другие наркотики, это блокирует выработку естественных. И замечено, что те, кто злоупотребляют употреблением наркотических веществ, у них возникает так называемый плоский юмор алкоголика или же наркомана. То есть вот этой связи между областями мозга уже не образуется, уже не говоря о связях между другими частями тела. Да, что очень важно. Да, конечно. Для восприятия юмора. И не только юмор, но вообще просто для восприятия. И просто важно. Да, как я в интернете прочел, многие, оказывается, наркоманы, описывают свои приключения и ощущения. И вот он едет в метро, там, после какой-то загородной, и какой-то коры там они... И картинка исчезла, написал этот наркоман. И он не знал, что дальше делать, поскольку картинки нет. Это без юмора. Это было серьезно. Нужно же домой идти, а картинка исчезла. Как из вагона выйти? Ну, будем двигаться дальше в наших исследованиях природы юмора, чему, собственно, наши передачи и посвящены. Итак, в жизни возникают различные ситуации. Радостные, горестные. И одним из механизмов сглаживания вот этих вот тяжелых моментов в жизни является юмор и, как его представители... Хорошая фраза, да? Как представители юмора, анекдоты или рассказы про... Представители анекдотчиков. Различные ситуации. Сегодня, например, я рассказывал про продукцию одной компании. Ну, чтобы не быть заподозренных в целях рекламы, я как раз название компании упущу. Но когда был переизбыток информации, чтобы разрядить ситуацию и на самом деле показать, насколько действенна эта продукция, я объяснил... То есть я подчеркнул, что люди, мы все взрослые, да? И я себе позволю рассказать анекдот. Ну, у нас такие анекдоты проходят. Там сидело достаточно большое количество людей, все люди разные, поэтому такая поправочка, я считаю, всегда нужна. Поэтому, как я предполагаю, сейчас меня видят люди достаточно взрослые, чтобы сильно не смутиться от того, что я расскажу. Это юмор такой, что люди смущаются, когда вы рассказываете. Сейчас вы все поймете. Сейчас вы все поймете. Я постараюсь не смутиться, во всяком случае. Вы не смутитесь, я надеюсь. Значит, еще раз, когда возникла некая напряженность в коллективе за счет, ну, неважно, за счет переизбытка информации, да, и надо было как-то разрядить обстановку, я рассказываю следующий анекдот. Старик и старуха в глухой-глухой деревне, обоим далеко за 90. И вот старуха собралась помирать. Легла, значит, ручки скрестила, помирает. Подзывает старика и говорит, «Слышь, старый, обещай, что выполнишь мою последнюю просьбу». «Да ну что ты, говорит, так хорошо жили всю жизнь, в любви прожили, проси все, что хочешь, все для тебя сделай». И она ему говорит, «Ты знаешь, мне далеко за 90, а что такое анальный секс, я так и не узнал». «Старый, ты что, с ума сошла? Какой анальный секс, у нас такого 30 лет не было, ты чего? Ты обещал». Но он почесал затылок, что делать, обещал. Поехал в Москву, ходил, бродил и попал вот в офис той самой компании, название которой я не упоминаю. Ну, ему все рассказали, показали, сделали массаж специальным массажером на специальной системе сна, напоили специально обработанной водой, дали его браслетики поносить, то есть, ну, обработали продукцией. И так ему все понравилось, ну, для него было дороговато, все-таки пенсионеры. Он уехал, но когда он приехал, у него все получилось. И вот он утром просыпается, смотрит, а старухи нет. Он потрясен, то она, значит, лежит, ручки скрестила, а тут нету. И вдруг он слышит какой-то шум на кухне. Он выглядывает и видит, старуха радостная, улыбающая, что-то напевает и готовит на плите. Он как это все увидел, как за голову схватился, вот так вот сел. Сидит в ужасе, в ступоре и молчит. Дед, дед, смотри, мне помогло, я выздоровела. Дед сидит, значит, старый, смотри, я твои любимые оладушки жарю. И он ей отвечает, а ведь мы все могли так Ленина спасти. Да, действительно. Были такие, есть такой фольклор солдатский, где так, значит, солдат, это времена империи еще, Российской империи дореволюционной, до Октябрьской революции, когда он забредает в деревню, где он, а он отслужив там 25 лет, или сколько тогда служили, он забредает в деревню. И, значит, вот, и там умерла какая-то девушка, ему предлагают, он говорит, что я могу ее оживить, если вы там меня похарчуете и, соответственно, значит, положите переночевать и прочее. И вот запускают в избу, где он лежит, так он говорит, все удалитесь. Ну, дед Чукарь, естественно, подглядывал и увидел, что он там делал с девушкой, которая действительно после этого стала жарить оладушки. И вот он, этот солдат, значит, там бродил где-то, нашел предсталище, опять попадает в деревню, видит у крайней избы, стоит огромная очередь мужиков в этой деревне. И, значит, он спрашивает, что вы тут делаете, ребята? Они ему говорят, у нас старуха померла, так вот мы ее всей деревней оживляем. Да, смешно. По его же технологии. Идем дальше. Значит... Нет, ну, как-то мрачно как-то все это. Как-то мрачно. Мы про оздоровление, а тут вдруг такой крайний метод оздоровления. Ну, почему бы я рассказал. Старуха же выздоровела. А ну да, а здесь неизвестно, к чему это привело. Ну, пойдем в другую сторону. Мы же вольны в наших. Ну, да, действительно. Итак, когда вот происходит чего-нибудь, я уже не про то, да, какое-то событие, которое вызывает там огорчение, раздражение, то вовремя рассказанный анекдот, он позволяет то, о чем мы говорили, посмотреть с другой стороны на ситуацию, ну, по крайней мере, переключиться с конкретной ситуации на нечто более отвлеченное. Что вы имеете в виду? Какие-то высшие... Нет, я имею в виду вот что. Ну, например, у человека что-то случилось. Конкретный случай был у меня. Чего-то там у меня не получилось, да, там, по бизнесу. То есть я прихожу огорченный, и мне мой приятель рассказывает такой анекдот. Горит дом. Хозяин выскочил, в чем был, схватил жену детей, сгорело все, догорает. Подходит сосед, посмотрел, внимательно так оглядел, похлопал его по плечу, говорит, ну, Хайм, это я вижу, а что еще новенького? Да, и как-то на вас повлиял. Вообще я на него обиделся. Да, что вы говорите? Но это меня немного переключило с той конкретной ситуации. Теперь, когда общаются люди, которые давно друг друга знают, и, соответственно, знают уже все эти анекдоты, то достаточно одного напоминания, и весь не рассказывает. Нет, я имел в виду другое. Достаточно одного напоминания, чтобы, опять же, человек отвлекся. Ну, если вы помните анекдот про двух крокодилов, да, ну, те, кто не помнит, могут посмотреть архив, это не бесполезно. Это из абстрактных анекдотов. Из абстрактных анекдотов, да. То есть, когда вот чего-то такое возникает, и люди об этом узнают, и кто-то в этот момент произносит «Здравствуйте, девочки», то может все-таки имеет смысл рассказать нашему? Ну, конечно, нет, нужно напомнить. Нужно напомнить. Анекдот такой. Плывут два крокодила на гулянку, причем впереди одноглазый, а сзади слепой. И одноглазый крокодил напарывается глазом в носу, выкалывает его и говорит, ну, блин, приплыли. А сзади слепой говорит, «Здравствуйте, девочки!» Причем один, вот я сейчас подумал, один из моментов терапевтического воздействия, ну, понятно, что то, что у людей происходит, и им рассказывает анекдот, но явно не напарываются глазом. Уже одно это вызывает радостный терапевтический эффект. А смех сам по себе, вот тем, что он вызывает выделение эндоморфинов, он уже хорош именно тем, что улучшает физическое состояние человека. Особенно это необходимо вот в такую минуту жизни трудную. Вы знаете, действительно, вы, наверное, правы, потому что я не припомню, кроме одного, ни одного больше случая из известных мне случаев, когда рассказывание какого-либо анекдота приводило бы к печальным последствиям. А вот один единственный случай, который зафиксирован даже в литературе, это произошел с известным мистиком Гуржиевым. Дело в том, что Гуржиев, когда умирал, вокруг него собрались его ученики и последователи, и горестно плакали, и просили его не уходить и не умирать, но он повернулся к стене и сказал, здорово же вы влипли и умер. Ну, это было в его роде, поскольку он в своих воспоминаниях рассказывал о том, как он раскрашивал воробьев и продавал их как американских канареек, когда у него совершенно не было денег. Правда, потом я прощал, что такой обычай существовал не только, значит, в его сознании, как деятеля вот Остапа Бендеровского направления, возможно, что и сам образ Остапа Бендера был списан с Гуржиева, но и главным образом был... Говорите, говорите, я немножко поухаживаю. Вот вы и поухаживали. Я сказал, немножко. Немножко поухаживаю, а теперь хорошо звучит микрофон. Да, ну вот, значит, так вот, все время какие-то анекдотические ситуации с микрофонами. Да, так вот, оказывается, в Петербурге до революционного существовало такое обычай, что действительно воробьев раскрашивали под канареек в какие-то праздники и продавали там на каком-то блошином рынке. Но вы давали за канареек? Или честно говорили, что это краженные? Нет, все знали, что это воробьи краженные, там что-то такое было. Откуда и почерпнул, вероятно, Гуржиев, кроме торговли к еврами, вот эти вот сведения. То есть они влипли? Да, вот оздоровительная ценность анекдотов, она несколько уступает, между прочим, оздоровительной ценности просто мата. Это тоже, это мне, по ассации, вспомнилось из гуржиевских всяких побасенок, рассказов. Он был в каком-то месте и увидел там человека, который самым страшным образом из всех, кого он видел, матерился. Это был человек, который должен был в каком-то рабочем поселке возвещать начало рабочего дня. И он стал хворать, ему становилось все хуже, хуже и хуже. Это он ему после рассказывал. А значит, и когда он его спросил, почему он так матерится сильно, он говорит, вот мне становилось так плохо. Это, видимо, было потому, что когда я всех будил на работу в 7 утра, издавая мощнейший гудок, то все меня ругали самыми последними словами. И теперь он, значит, прежде чем издать вот этот гудок, разбудить, он становился на север, юг, запад, восток, страшно матерился самыми страшными словами. После этого издавал гудок и стал выздоравливаться. Я думаю, тут немножко другой эффект. Он знал, что если он не будет материться, ему станет хуже. И ему действительно становилось хуже. А когда он знает, что если он будет материться, ему станет лучше, начал материться, ему стало лучше. Есть такой закон Вселенной, чему придаешь важность, то и важно. То есть мы, ну это говорят разные школы, разные религии, сами формируем все, что у нас происходит. Просто мы не отдаем отчета, насколько все это так. Ну, возвращаясь к теме анекдотов. Целительности анекдотов. Целительности анекдотов, да. Я сейчас расскажу анекдот, который тоже, вот его соль, которая выражается там в одном-двух словах, становится неким таким гибридом пословицы-поговорки и сказанный в нужное время различных таких, ну, неприятных жизненных ситуаций, то есть вовремя, опять-таки сглаживает, тем самым и давая тот самый эффект, о котором мы говорим. Анекдот такой, судят мужчину за убийство, ну, думает, ну, дадут 15 лет, ну, 5 лет скостят за ударный труд, 3 года скостят, кого-нибудь заложу, ну, 2 года по амнистии еще скинут, ну, всего 5 лет, ну, нормально, отсижу. Объявляют приговор, расстрел, и говорят, ваше последнее слово. Он встает и говорит, ну, блин, вообще. Вот эта фраза, слышанная мною достаточно часто вот в различных вот таких ситуациях, позволяла сглаживать вот эту вот нервную остроту вот этих самых ситуаций. Да, вы мне напомнили совершенно точно такой же еврейский анекдот, когда евреи приговаривают смертной казни за что-то, там за какое-то преступление, сажают в тюрьму, он сидит в камере с другими смертниками и хохочет. И ему один из смертников, серьезный такой человек, говорит, ты что, совсем сдурел? Тебя же завтра расстреляют. Он говорит так, во-первых, еще неизвестно, расстреляют меня завтра, именно, или не расстреляют, но, предположим, самое худшее, и меня расстреляют. Но тогда неизвестно снова, куда я попаду, в рай или в ад. Но, предположим, худшее, и я попаду в ад. И опять образуются альтернативы, неизвестно, вот меня черти сразу сожрут или будут долго поджаривать. Но и в этом случае, значит, если они меня сразу же сожрут, у меня все-таки остается выход, но этот выход будет уже один. Вот именно так вот. Да, это прекрасный пример того, что повествование направляет... повествование. Если мы смеемся на передаче посредством передачи... Оздоравливайся. Да, есть надежда, что только мы. Да, может быть. Да, но и те, кто нас в данный момент слышит. Так. я хотел сказать, что это ярчайший пример, да, прекрасный пример, иллюстрирующий, когда по мере повествования тот, кто слышит, устремляет мысленно свое внимание на одну область, да, там, расстрел, камера, это... И вдруг совсем вот этот самый гениальный, неожиданный поворот в абсолютно другую область, которая, собственно, и вызывает... Да, да, ассоциацию нейронов. Связь нейронов. Да, связь нейронов, которые выражаются в соответствующей мимике и динамике. Да. И выделение... И выделение эндоморфина, конечно. Да. еще относящейся к вот этой вот демпфирующей, сглаживающей технике бытия, сформулируем так, очень часто уличив кого-то во лжи, я рассказываю такой анекдот. То есть, если уличают во лжи меня, мне удается как-то сгладить ситуацию. В Испании в 17 веке должны были собраться представители общества вместе с представителями духовенства на какую-то встречу. И мужчины, которые должны были прийти на эту встречу, решили накануне сделать некий такой мальчишник и собраться отдельно. Ну, собрались, общаются, выпивают. И вдруг один встает и говорит, господа, одни мужчины собрались, я предлагаю торт за ту часть женского тела, за эту розу любви, которая нам дарует столько радости и наслаждения. Ну, все воодушевились, выпили. И вдруг другой встает и говорит, господа, я предлагаю выпить за это и завтра. Да ну что, говорят, как же так, будут жены, дамы, представители духовенства. А мы, говорит, сделаем так. Если кто-то захочет произнести этот тост, он встанет, возьмет бокал и ложечкой дзынь-дзынь-дзынь и скажет, выпьем. Мы все поймем, о чем идет речь и выпьем. Ну, всем понравилось, все одушевились, много раз порепетировали, все получалось. И на следующий день то один, то другой встает с бокалом в руке и говорит, господа, дзынь-дзынь-дзынь, выпьем. Все мужчины переглядываются, перемигиваются, улыбаются и выпивают. И жена одного из них поняла, что тут что-то не так. И пристала к мужу. За что вы пили? Вот за что вы пили. Ну, так пристала, что он не выдержал и, чтобы от нее отделаться, говорит, хорошо, я тебе скажу, только ты никому не говори. Мы только что пили за ее святейшество католическую церковь. Вот смотри, берет бокал, встает и говорит, господа, дзынь-дзынь-дзынь, выпьем. Все выпили. И тут встает его жена и говорит, господа, я должна сообщить всем, что мой муж ужасный лицемер. Только что он пил за то место, в котором был два раза в жизни, когда родился и когда женился. Мне совершенно непонятная ситуация, которую вам уже теперь предстоит прояснить. Мне вспомнился старый театральный анекдот, когда, ну, обычный для провинциальных театров, если театр выезжает какой-то столичный на гастроли, то берут минимум актеров. Которая занята и никого невозможно заменить. И вот уже за час до спектакля все должны быть за кулисами. А главного героя любовника нет. и режиссер начинает, тогда менеджеров не было, значит, а вот директор театра начинает всех расспрашивать, куда он мог деться, кто его видел, высказываются разные предположения, и все считаются невероятными, принимаются как таковые, и вдруг один говорит, да он просто напился пьяный в номере валяется. Это предположение показалось очень логичным и правильным, послали гонца и действительно привезли актера, он совершенно не вяжет лык, значит, и говорит, что на сцену ни в коем случае не пойдет. И с ним не знаю, что делать, он упирается и никак не хочет идти, и режиссер говорит, ну давайте как-нибудь под суфлера, вот сейчас мы его занавес откроем, вытолкнем его на сцену, он на сцене поймет ответственность момента, и как-нибудь мы эту сцену, а там мы его уже как-нибудь и протезим. Ну и вот так и сделали, открывают занавес, выталкивают актер на сцену, он так покачиваясь, бредет по сцене, не выходит прямо к суфлерской будке. Суфлер из будки, а у него там такая роль, что он в детстве его украли из графского замка, и вот он странствует, юноша попадает в графский замок, по лестнице спускается графиня, он узнает свою мать. И ему суфлер из будки подсказывает театральным шепотом, вы в графине узнаете свою мать, говорите ей, мама родная, как ты сюда попала? Актер оглядывается и не видит никакой графини. После этого он начинает проявлять ответственность в моменте и сообразительность. Он осмотрел сцену и, покачиваясь, подходит к столу, открывает графиню и говорит, мама родная, ну как ты сюда попала? Это скорее отрезвляющий анекдот, что тоже полезно для здоровья. Да, то есть его нужно рассказывать после этого выпили. Да, конечно. Да, это интересно про, посмотреть, значит, цепочку ассоциаций, ну, поскольку там выпили, он выпил тут как бы напрямую контакт, да, но тут может и поглубже именно со словами. Да, ну, он был два раза вместе, а он как-то попала. То есть тут уже тут и мама присутствует. Да, 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 да. Ну, возвращаясь вот к нашей теме, я еще хочу проиллюстрировать как бы такую прикладную сторону, ну, помимо смешной и приятной. Регулярно выступая с лекциями, в определенный момент я обязательно рассказываю анекдоты для того, чтобы во-первых, сделать смысловую паузу между такими кусками смысла, которые я передаю, да, между блоками информации, можно так сформулировать, и немножечко расслабить людей, потому что, когда смотрят с таким вот пикетом и уважением, надо, чтобы за... Почти теряют сознание. Ну, почти, то есть они как бы так застывают от счастья попасть, скромно сказал я, и я всегда прошу, чтобы люди отвечали мне на мои вопросы, не сидели вот так, замерев от восторга, радости, познания и иллюстрирую это следующим образом. Я им говорю, и, пожалуйста, такая просьба, если что-то непонятно, задавайте вопросы, и когда я задаю вопрос, да, вы как-то отвечаете. Это понятно, спрашиваю я. И, как правило, человек 50-60, один-два что-то там пролопочет. Я говорю, еще раз, когда я задаю вам какой-то вопрос, вы мне, пожалуйста, отвечайте, чтобы не было как в этом анекдоте. И рассказываю следующий анекдот, вот как раз о прикладном значении анекдота. Пьяный-пьяный муж, кстати, затронутый в предыдущем перезачи ассоциации теме, приходит домой, а уже поздно, час ночи, и жена слышит звонок. Она подходит к двери и говорит, Коленька, это ты? Тишина. Она уходит. Через 10 минут звонок. Она, Коленька, это ты? Тишина. И так полночи. Утром она выходит и видит, муж Коленька спит, свернувшись на коврике. Она говорит, Коленька, я сейчас спрашиваю, это ты? На что он отвечает? А я кивал. Да. После чего я говорю, теперь понятно? И тогда уже весь зал хором говорит, да. Или понятно, или громко кивает головой. Да, но, между прочим, целительная сила анекдотов, да, не только в том, чтобы каким-то образом вызвать резонанс, сотрясением, скажем так, но, мне кажется, в первую очередь она заключается в том, что человек начинает как бы тематически в контексте смотреть на самого себя. И вот это вот сопоставление чего-то неожиданного с самим собой собственно и вызывает вот эту целительную реакцию, как мне кажется. Смех здесь присутствует как дополнительный оздоравливающий момент, но не самый главный. И если человек сам на себя не смотрит, то трудно представить себе, как он может вообще оздоровиться. И вот этот прием во время лекции он убедительно свидетельствует о том, что они должны посмотреть на себя и вызвать у себя некое представление. Да. А я вспомнил анекдот, идеально иллюстрирующий ваши мудрые слова. Да. Интеллигентного вида молодой человек возвращается домой без очков и с огромным синяком под глазом. Жена его спрашивает, дорогой, что случилось? Ты понимаешь, произошла такая неприятная история, поправляя отсутствующие на носу. Я еду в троллейбусе и вижу, передо мной сидит очень высокая, такая полная, крупная женщина. И вот она встала выходить, а я вижу, у нее платье залезло в попу. Я его вытащил, а она оборачивается ко мне и говорит, она тебя трогает. И я подумал, а ведь в самом деле она же меня не трогает. И засунул обратно. Каждый раз, когда я или кто-то попадает в ситуацию, куда лучше бы не попадать, да, я вот вспоминаю, цитирую. Есть гораздо более простые на эту же тему анекдоты, когда муж приходит домой с огромным фонарем под глазом, и жена его спрашивает, что это у тебя такое, а он ей говорит, моча в голову ударит. Уже смешно, да, можно рассказывать. Но дело в том, что она спрашивает, как это так. Я еще такого не слышал, чтобы такой сидяк, но она ударила вместе с горшком. Да. То проще сказать. Совсем просто. Но тоже о чем-то сообщает. Да. Ну и так, что мы посмотрели, что просто смех как смех, да, уже сам по себе хорош, он доставляет приятные мгновения, причем и физиологические, и морально приятные мгновения, он помогает сглаживать острые моменты при общении, он позволяет со стороны глядеть на себя и более адекватно себя вести. И, и. Может быть, даже не со стороны на себя, а просто в себя смотреть. Или просто в себя. Потому что обычно, вот в обычных ситуациях, назовем их условно серьезными, человек смотрит вовне и очень мало интересуется тем, что происходит в нем самом. И вот это один из способов предотвращения конфликтов, это умение заставить человека посмотреть на себя в конфликтной ситуации. Но точно то же самое происходит и в рассказывании анекдотов. Поскольку тот, кто смеется, он в этот момент смотрит на самого себя. Согласен. И еще одна из вот таких оздоровительных функций с таким прикладным оттенком, с моей точки зрения, следующее. Когда мужчина-женщина общаются, и цели у мужчины или у женщины определенные, как бы это помягче сказать, практические, я мягко сказал, да? Или не совсем понятно? Нет, понятно. Понятно, да? Что это практическая цель при общении мужчины и женщины. Я вам сейчас прерву, на минуту мы вернемся к практической цели. Это мне напоминает ту шутку, когда две встретились, две знакомые, и одна другой говорит, как сейчас живешь, очень хорошо, а ты не можешь мне сказать, а где тот приличный пожилой мужчина, с которым я тебя видел в прошлом году. Она отвечает, я с ним рассталась. А почему же ты рассталась с таким приличным и очень симпатичным, милым пожилым мужчиной? Она говорит, дело в том, что мы полностью завершили товарообменные операции. Как это, спрашивает ее подруга? Она говорит, так, раньше у него были деньги, а у меня опыт, теперь у него опыт, а у меня деньги. Да, возвращаясь к практическому аспекту общения. Вот это как раз был практический аспект. Да. То рассказывание анекдотов позволяет мягко, мягко определить по реакции человека на анекдот, насколько он готов к этому практическому общению, вообще готовлю он к общению, и подготовить его одновременно к общению. И подготовить его одновременно, если угас. Да, если угас. И анекдоты, которые, понятно, что все они разные и отличаются по степени, можно сказать, приличности, а можно сказать, по степени смелости, позволяют в этом самом процессе общения нащупать ту самую черту, которая или есть, или нет. То есть, имеет ли смысл остановиться и закончить? Я приведу пример с одним анекдотом, который не относится к общению мужчины и женщины, но он мне четко был поставлен. То есть, мне один раз в жизни сказали, что это очень плохой анекдот. Причем человек сказал абсолютно серьезно. Я, как это сказать, ну, когда тебе говорят, что анекдот плохой... Вы не попробовали второй раз сказать, может быть, он про второй раз... Сейчас я вижу ситуацию, там уже не надо было вообще ничего говорить. Значит, это была глухая советская власть, то есть, очень давно, когда воинствующий атеизм правил миром, и я никогда в жизни не общался до этого с религиозными людьми. Ну, где там институт, школа, комсомол, пионер, лагерь, районный пионерский штаб городской комсомольщики. То есть, ну, бог, понятно, да, там, произведение литературы. Если сказать по-русски, мозги были засраны, извините, очень, так сказать, профессионально всей мощью советской пропаганды. Не надо было этого слова говорить, да? Я его не буду повторять. Мне что-то показали, я не понял. А, не надо стучать? Понял. Вот. И к моему тестю, он был профессор математики, очень хороший человек, завкафедрой, приехала его аспирантка из какого-то города, которая оказалась верующей, ну, истинно верующей. А я приехал с семинара из Севастополя и привёз кучу анекдотов, один из которых был религиозный. Вот мне лезет в голову другой религиозный, который я расскажу, но я и не этот рассказал, но что-то типа этого. А, я и рассказал вот такой анекдот. Идёт Иисус Христос и видит, толпа побивает камнями грешницу. Он делает шаг вперёд и говорит, кто сам без греха, пусть первый бросит в меня камень. Мама, ну я же просил, не вмешивайтесь в мои дела. Вот я рассказал такой анекдот. И вдруг она очень посерьезнела. И мне очень так, ну, не то чтобы сурово, но таким, теперь я понимаю, с ожалением, глядя на меня, говорит, это очень плохой анекдот. Вот у меня впервые в жизни, да? У меня было, что они понимали. Причём это бывает довольно часто, поскольку то, что мы говорили про концептуальный юмор, ну, это как мои картины. Позволю себе сказать зрителям, что у меня есть диплом, где чёрным подбелом написано, награждается известный художник-концептуалист Александр Аксидоров. Вот такой у меня есть диплом. Это было на предпредпоследней выставке, где я выставлялся. И реакция на мои картины такая. Ровно 20%, вот каждый пятый, можно сказать, смотрит, не понимает и звереет. Он звереет, он чувствует, что что-то тут происходит, то есть или его дурят, или что-то это самое. И, ну, у меня картина называется «Белый квадрат». То есть висит белая бумажка и подпись «Белый квадрат». И все эти, каждый пятый, не сговариваясь, вот что интересно, пытаясь меня подколоть, говорят, а что же у вас написано «Белый квадрат», а висит белый прямоугольник. И я им абсолютно серьёзно говорю, а вы что, не видите, что на фоне белого прямоугольника нарисован белый квадрат? После чего они звереют ещё больше и уходят. То есть такое, что не понимают анекдоты, бывает. Более того, если человека люблю, я ему даже объясняю. Может, иногда он и посмеётся в ответ, когда объяснишь. У меня был фантастический случай в связи с этим. Иду я как-то по городу, и меня останавливают два человека. Один пожилой, один совсем молодой. И они говорят, что вынимают святую книгу Библии, и говорят, что мне нужно часто читать эту книгу. Меня всегда это в глубине души возмущает, как могут обо мне сказать, читаю я или не читаю эту книгу. И может быть, я её читал гораздо больше, чем они вместе её читали. И там каждое слово знаю. Но поскольку ситуация, как я понимаю её, мне кажется, не только трагической, но и юмористической, я говорю, позвольте, вы кто? Для начала представьтесь как-то. они мне говорят, мы свидетели и иголы. Я говорю, я очень плохо отношусь к людям, которые лгут в глаза. Они как-то странно смотрят на меня и говорят, а что мы вам солгали? Я говорю, я единственный свидетель и иголы. Можете себе представить наш дальнейший разговор, где я наставил на том, что я свидетель, а они меня пытались заставить, заставить читать книгу, потому что ссылались на какое-то неизвестное общество. Мне напомнил анекдот. Ну, я не знаю, сегодня я в такой ситуации. Я помню про внутреннюю цензуру и стараюсь ее исследовать. Ну, анекдот. Мягко физиологический, я бы сказал. Ну, ассоциация. Идёт суд в Грузии. И прокурор говорит, а теперь пригласите свидетельницу Гаприндашвили. Не нону случайно. Нет, нет, это совпадение. А может, в тот момент это была единственная грузинская фамилия, которую я знал. Которые все знали. Я знал. Может, кто-то знал еще. Возможно. Ну, потом я узнал о Куджаву там. Руставели. Ну, Руставели – это определенно грузинская фамилия. Да. Нет, я решил не рассказывать этот анекдот в этот раз. Я его расскажу в следующий. Хорошо. Я позволю себе. Тогда уж вы сразу определите, какая будет тема следующая. А что, мы уже сворачиваем? Нет, мы не сворачиваем, просто вы уже что-то запланировали, а я еще не знаю темы. Вот, судя по тому, я так посмотрел, цепочки ассоциаций, они были наиболее плотные по количеству, да? И мы с вами смеялись больше, чем на какой-либо. Да. При этом зрители, как я понимаю, поскольку в чате нет никаких хихиха-ха и прочего, они вообще не смеются, а очень мрачно все это пытаются осмыслить. А есть какая-то обратная? Что-нибудь пишут? Ну, конечно, есть же, есть же чат, в который зритель может что-то написать одобрительное или неодобрительное. А пишут? Ну, бывает такое, пишут, да. Ну, я бы периодически делал вот цепочки ассоциаций, поскольку оно как-то так, мне кажется, душевное. Да, конечно. То есть я предлагаю в следующий раз повторить. Ну, давайте, да. Я не против. В цепочку, да. Поскольку это вечная тема любого рассказывания, не самих анекдотов, а любого рассказывания анекдотов. Что-то вы помрачнели при этой мысли. Вы отказались от самого, от того, что наболело в душе и только то, что... Я просто не услышал. Повторите еще раз, пожалуйста. Я пока... Да, да. Ну, Нона Гаприндашвили, знаменитая шахматистка. И когда я поставил вам на вид, что все-таки вы оперируете знаменитостями, то тут вы решили уже и не рассказывать. Нет, у меня такое ощущение, что я этот анекдот услышал, когда она еще не была чемпионкой мира. А потом вы упомянули еще Шатару Ставелли после Ноны Гаприндашвили. Это вообще классика. Я знаю. Витя Ситигрова. Да, конечно. Который кто-то перевел в «Борусский» не разу. «Ториэл» там и «Автандил». Да, это бы все было. Да. Ладно. Анекдот. Приезжает человек из командировки, которую он провел в Северной Африке два года. И ходит грустный-грустный. И друг его спрашивает, слушай, что такое грустный? Ты понимаешь, меня там изнасиловала обезьяна. Тьфу ты, Господи! Да что ж ты грустишь? Ты никому не скажешь, я никому не скажу. И она, естественно, никому не скажет. Да. И он ему отвечает, да, она никому не скажет и не напишет, и не приедет. Какой-то вывернутый наизнанку анекдот, честное слово. Вот как раз анекдоты, вывернутые наизнанку, поскольку мы улыбаемся, смеемся, тоже оказывают, тем не менее, терапевтический эффект. То есть, он может быть глупым, он может быть некрасивым, кому-то показаться пошлым, но если человек смеется, то он должен быть благодарен рассказчику за те мгновения внутреннего удовольствия, которые организм испытывает, как бы человек социально не оценил рассказанное. Если у него, конечно, есть чувство юмора. Если он поймет, конечно. Да, вот эти два гражданина так и не поняли, почему я единственный свидетель. Они очень серьезно со мной беседовали без тени улыбки на лице. Представляю удовольствие от диалога. Ну, еще. Полученное. Ну, а возвращаясь вообще к шуткам, мне кажется, самая лучшая шутка, которую люди воспринимают как не шутку и никак не понимают, что это шутка. Я имею в виду для шутящего. Да. Это как бы, так сказать, высший пилотаж. То есть, ты чего-то говоришь, люди это воспринимают за серьезно, продолжают все это, ну, как вот с этими, да? Да. А ты получаешь эндоморфины лично. Ну, что ж, сколько у нас еще? Ну, еще полно достаточное. Имеется, да? Тогда продолжим тему вот этого вот сглаживающего эффекта анекдотов. В школе я услышал такой анекдот. Человек пришел в зоопарк и показал обезьяну. Обезьяна показала ему. Обезьяна. Тогда он ей показал вот так. Обезьяна легла на спину и показала ему четыре. У него же ноги как руки. Он обиделся. У него было плохо чувством нюмора. И мне показал кулак. На что обезьяна показала ему так. Он не понял. Пошел к директору зоопарка. Я не понимаю, что ваша обезьяна мне такое показывает? Что это значит? Ну, это очень умная обезьяна. Она-то показывает, что вы дурак. Тот обиделся еще больше. Пошел в магазин, купил бритвочку. Сейчас они уже практически не продаются в связи с прогрессом. Лезвие. Безопасная бритва так называемая. Безопасная бритва, да. Спутник. Например. Да. И купил, пришел в зоопарк и дал обезьяне. Одну взял себе и сделал вот так. Обезьяна сделала вот так. Он сделал вот так. Не прикасаясь. Обезьяна сделала вот так. Тогда он сделал вот так. Обезьяна сделала вот так. я чему мы до 10 класса тогда учились 10 лет сейчас 11 регулярно друг другу показывали то а когда идут обсуждения школьных тем а эта тема достаточно острая для родителей поскольку чем ребенок больше звездочка дать тем ему труднее в школе и обсуждаю вас со знакомыми как дети там учатся какие там проблемы опять-таки чтобы и со стороны посмотреть и сгладить ситуацию я вам рассказываю такой анекдот пришел новый учитель в класс и вызывает очередного ученика говорит иванов козел в доске козел мальчик начинает что-то отвечать учили говорить дурак кретин имбицил идиот козел садись 2 козел сидоров козел к доске козел болван идиот кретин козел садись 2 козел петров козел в доске козел встает мальчик петров и говорит у меня брат вчера из зоны вернулся братом пугаешь козел садись 3 козел почему-то родители детей очень нервно смеются на этот анекдот да напомнило как один мой коллега мы вместе учились в университете он учился исключительно только на отличное и обладал повышенной патриотической способностью поэтому его оставляли при университете сразу работать но он вместе с женой которая одновременно с ним заканчивала они оба и она тоже исключительно отличное тоже патриотической способностью обладала повышенной они оба решили ехать преподавать деревню вот они приехали в эти повышенные да они поехали в деревню значит где чуть не сошли с ума оба и вот он не рассказывал как он преподавал русскую литературу он исключительно выдержанный человек который никогда не повышает голос никогда и вот он говорил пушкин родился таком-то году на задней парте там сидел соответствующий вовочка который говорил ну и дурак вот после этого там он поступил лице и ну и дурак и вот он после каждого предложения ожидая когда будет поставлена точка говорил ну и дурак в течение трех лет пока мы себя не отрабатывали вот в этом до сих пор явления до распределения это родители не пугает ну сейчас жизнь немножко другая все такие компьютеры меняют сознание то есть от них большой вред с точки зрения физиологии организма но какой вред час уже не вредно говорят нет нет я вот у меня на компьютере запись нажатие на кнопку но на компьютере на мобильнике плеер в ухо она эту когда входишь в квартиру любая вообще лифт вызвали открыли холодильник лампочка то есть там идет импульс и этот импульс приводит к тому что в организме образуется в огромных количествах свободных радикалов причем в каких огромных эритроциты крови которые у здорового человека должны быть по отдельности я закончу тему чтобы объяснить почему я думаю что современные дети качественно отличаются от тех у которых не было компьютеров не было доступа к интернету то есть они пересели импульсы все и привыкли нет нет у них ухудшает ухудшилось здоровье качественно ну короче в чем вот именно из-за эритроциты слипаются в кучу и больше другой причины кроме этих сейчас и кровь выполняет свои функции на 15 20 процентов у них кислородное голодание от они дуреют вот это этой техники они дарят с одной стороны с другой стороны когда они играют в игры у них происходит очень мощный духовный рост то есть это можно воспринимать как упражнение которое увеличивает степень духовного осознания то есть они как это даже не интеллект совершенно верно они более подготовлены к выживанию но при этом у них организмы гораздо слабее чем там два поколения назад когда никакой такой техники массово нет знаете это мне напомнило как один мой знакомый из института радиоэлектроники академии наук рассказывал мне что он своим исследованием выступил на международном конгрессе и там произвело это фурор дело в том что в то время считалось опасным монитор они обнаружили что процессор и вообще системный блок он излучает сантиметровом диапазоне и поэтому считался теоретически безопасным но оказалось по их исследованиям что он ответы дает в метровом диапазоне организм дает ответы на сантиметровое облучение в метровом диапазоне знаешь от крупных органов от сердца мозга печени там и прочее вот ну я не знаю как то это потом все забыли и в общем так и даем ответ ну я не знаю если это интересно нашим слушателям да я щас неинтересно то есть мы про компьютер меткам про компьютера интересно компьютера интересно на самом деле все гораздо хуже общение клеток и органов идет миллиметровом диапазоне это в районе 45 65 гигагерц это несущая частота то есть информационное это состояние да а вот само переговаривание между собой на это так вот когда тактовая частота процессоров подойдет к этому то будет просто ужас и кошмар мне даже нет будет я объясню почему если несущая частота это лошадь да а информация это всадник который несет пакет с информацией то когда массово техника а сейчас компьютеры у многих и все у больших и все у больших это придет к тому что этим лошадям просто поотрезает ноги или это аналогично как диспетчеры в аэропортах говорят на одной частоте и все мобильники начнут говорить на этой же то есть забьет понятны первыми на себе это почувствуют производители ну те кто экспериментально делает но если это не прекратить скажем так мягко или как-то не решать эту проблему то будет совсем не смешно и даже анекдоты возвращаемся к нашей теме да и это называю проблемой 45 и короче надо ставить и решать как и решать надо или законодательство запретить выпускать технику в этом диапазоне что сложно поскольку это должны правительство стран принимать до либо надо производителям каким-то образом закрываться но это очень дорого и сложно потому что что такое тактовая частота процессор это все там работает с этой но знаете ли это вы преувеличиваете потому что очень легко запретили частоты на которых вещают спецслужбы авиация там и прочее в радиодиапазоне а ведь в этих диапазонах вещали любители в свое время и когда запретили получают разрешение никаких проблем дело в том что это вещание а это процесс микропроцессор ну и что же запретят делать процессор да и всю машину и пускать будут делать другой части но это надо проскочить это все-таки изменение технологии в общем вы опасаетесь я опасаюсь надо по этому поводу сказать срочно какой-нибудь анекдот но опасения внушают многое я расскажу анекдот который еще тут не прозвучал но уже вызвал улыбку в этом помещении анекдот касается вычерительной техники тех самых компьютеров о которых мы говорим и я его услышал но лет 30 назад уже тогда идут по улице два робота цифровой и аналогов а по другой стороны улице идет очень симпатичная девушка и вот цифровой толкает в бок аналогово показывает на девушку и говорит ему 24 36 27 аналоговый отвечает ему и вот я рассказал и подумал а знает ли нынешняя молодежь что такое аналоговая техника наверное кто-то знает нет я думаю что массово нет массово нет поскольку тогда были два пути куда они еще она исчезла но и существует до сих пор ну она существует я даже видел битакам вот такого вот размера на в днх который продавали всего за 7000 рублей а когда-то это было чудо техники просто ну мы как-то отвлеклись вот нашей темы благостного воздействия юмора и проявления оного в виде анекдотов на души и организма людей и хочется опять же как иллюстрацию этой мысли рассказать анекдот который опять же я рассказал на лекции когда мне стали задавать глупые вопросы то есть вопросов не бывает глупых но бывают глупые люди то есть когда человеку это не так и это не так еще не так и это не так то есть он недоволен потому что у него нет выбора я рассказываю следующий анекдот и это сглаживает ситуацию и оказывает на него эффект то есть до него то что вы говорили смотрит со стороны на себя что делает очень редко приходит старый еврей авир и говорит я хочу уехать из советского на пожалуйста это была уже время когда выпускали вот куда в израиль да нет ну что такое израиль там опасно там рады там террористы нет нет я не в избираю хорошо пожалуйста в америку в америку да вы что там вели keep капитализм там невозможно просто жить нет никакая не америка а куда вы хотите в австралию какая австралия там жара там пустыни там ветер нет на ascenda куда вы хотите в канаду нет и в канаду не хочу «Зачем мне Канада? А куда вы хотите? Дайте мне глобус». Ему дали глобус. Он его крутил, вертел, крутил, вертел, а через вас он говорит, «У вас есть другой глобус?» Да, действительно. Я знаю, что-то по непонятной ассоциации, которую вам тоже нужно теперь уже определить, поскольку вы сами подали эту замечательную мысль. Мне вспомнился анекдот, как приходит советское время, значит, и в окнах, чего сейчас я не наблюдаю, прямо в окнах предприятия висели объявления о тех, кто требуется на работу. Я даже видел однажды объявление, что требуется начальник в Воронеже. Это было по тем временам крайне смешно. И вот висит объявление, значит, требуется главный бухгалтер. Идет по улице Евреи, видит такое объявление, заходит в отдел кадров и говорит, вот у вас там объявление висит, что требуется главный бухгалтер, вот я и есть главный бухгалтер. Он говорит, ну хорошо, значит, вам нужно будет заполнить листок по учёту кадров, но я вас сразу предупреждаю, вы лучше просто ответьте мне на все вопросы, которые я вам задам, глядя на этого человека, говорит начальник отдела кадров. И потом уже мы как-нибудь подойдём к заполнению. Он говорит, ну пожалуйста, сейчас, что вас интересует? Ну скажите, пожалуйста, это ваша национальность? Ну он говорит, ну что, не видите, что ли, евреи? Были у вас судимости? Да, три раза за растраты. Так, он говорит, а скажите, вот ваш характер с сотрудниками, знаете, я вас сразу предупреждаю, у меня отвратительный характер, я люблю накричать, если что-то неправильное, и вообще я постоянно всех поправляю, и ему кадровик говорит, смотрите, а у вас что-нибудь есть положительное? Он говорит, да, реакция у вас романа. Это сложная ассоциация. Сделали робота-кадровика. Да. Который уже не допускает таких вопросов. Приходит человек, и робот ему говорит, здравствуйте. Тот отвечает, здравствуйте. Как вас зовут? Тот говорит, как зовут? Где вы работали? Тот отвечает, почему вы уволились? Та-там иногда. До свидания. Следующий заходит робот. Здравствуйте. Тот, здравствуйте. Как вас зовут? Значит, это. Почему вы уволились? Та-там начальство такие. До свидания. Приходит следующее. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. Терапевтический очень мощный эффект. В советское время было просто колоссальное количество анекдотов, которые сейчас даже трудно вообразить. Вот один из таких анекдотов, опять по непонятной ассоциации, где вспомнился, приходит человек в министерство. И прям сразу в отдел кадров устраиваться на работу. Значит, его в отделе кадров спрашивают, скажите, у вас специальность-то какая? Вы вот пришли к нам тут в министерство все-таки. Он говорит, я взрывник, а тогда в 32-ю комнату. Он приходит в 32-ю комнату и говорит, вот меня из отдела кадров прислали, я хочу устроиться на работу, я взрывник. Они ему говорят, а вот объекты, какие в объект? Ну, это, говорит, в основном мосты, тоннели, крупные магазины. Они говорят, а, это в 112-ю комнату, пожалуйста. Они приходят в 112-ю комнату, вот меня прислали из отдела кадров из 32-ю комнаты, я взрывник, взрываю, мосты, тоннели, крупные объекты. Они говорят, а регион вашей деятельности? Он говорит, вообще-то Дальний Восток. Он говорит, вот и поезжайте на Дальний Восток, и не морочите нам здесь голову. Какой-то актуальный старый анекдот. Какая-то же провиденческая способность анекдот, она просто не вообразит. Кстати, о провиденческой способности. Ну, я неоднократно подчеркивал, мне это приятно. Я президент Международного фонда признания гениев при жизни и регулярно выдаю анекдоты. И вот я нашел одного человека по его книге, приехал. Вы не анекдоты выдаёте регулярно, удостоверение. А если анекдоты выдаёте, то больше не пью. Понятно. Дипломы. Дипломы. Он оказался специалистом, как бы это сформулировать, по распространению слухов, по организации забастовок. Короче, он при ЦК КПСС возглавлял отдел, где обучали ненасильственной борьбе с капитализмом. Очень здорово. Да. И оказалось, существует такой непонятный социологам закон. Если начинает циркулировать слух, то через какое-то время он сбывается. Да, конечно. Каким бы нелепым он ни был. И вот то, что мы говорили перед началом, о правительской роли, в том числе и анекдоты. Причём непонятно, почему рекламщики это не используют. Ну как это не используют. Вы считаете, рекламщики запускают слухи? Ну конечно запускают. А что, вы думаете, нет? То есть это они и запускают. Нет, я имею в виду о сбытии продукции. Да, и об этом, наверное. Ну например, слух. Предваряющий маркетинг такой. Розовые босоножки, да? Тот там богатеет, выходит замуж за олигарха. Да. Вот интересно после этой передачи проверить, насколько увеличится продажа розовых босоножек. Слушайте, а какая компания их производит? Вы не можете подсказать? Ну я пытаюсь вспомнить, с кем я подписывал контракты перед передачей. Понятно. Но у вас так много, и вы не можете конкретно указать никого. Не, ну там же есть пункт. Да. Во время передачи не надо давать компанию. Понятно. Вообще, похожая история была в стране с кассовыми аппаратами. Сначала люди, как мне говорили, скупили заводы по производству кассовых аппаратов, а потом провели закон о том, чтобы все пользовались кассовыми аппаратами. Ну, такое что-то удивительное. Ну, тут что-то не было. Разве вы не заметили, что проведенчество – это тщательно организованная, либо рекламная, либо организационная акция? Ну, в некоторых аспектах заметил. Ну, например, все кушают. Думаю, это очень тщательно организованная в свое время акция. Это проведенчество. Знаете что, у нас уже закончилось время передачи, и осталось время для некоего завершающего анекдота, который вы обещали и не рассказали в прошлый раз. Вы сказали, вот время кончилось. Блин, вообще! Вы хотели рассказать тогда какой-то анекдот. А какой я хотел рассказать? Вы меня… Не, если бы я знал. Не сказал, да? Да. А я не рассказал, потому что время кончилось. Да, время кончилось. Вы сказали, в следующий раз я вам обязательно расскажу этот анекдот. Я обидно, чтобы рассказать анекдоту на следующий раз. Я честно говорю… Ну, тогда расскажите тот, который вы сейчас хотели рассказать. А я его тоже не могу рассказать по другой причине. Это прямо… Но поскольку надо каким-то все-таки анекдотом закончить, да? Вот когда была первая передача, была трудность в том, что лезли в голову не те, которые можно рассказывать. Вот. В остальных передачах, в данную минуту, как раз те и лезут. Из первой передачи. Из первой передачи, да. Да. Так что же вам пришло такое в голову? А вы тогда очень легко выходили из положения, у вас было какое-то очень красивое такое выражение «трам-трарам-там-там-там-там-там». Да, было такое. Вот вы его можете употребить, и получится как раз то же самое. Да. Я рассказываю на прощание следующий анекдот, который относится к серии, как мы говорили в детстве, суперзастольных. Анекдот на украинском языке. Нет, я его рассказывал. Но это не важно. Нет, на украинском не рассказываю. Он рассказывал, но я его повторял, мне нравится. Он. С удовольствием послушал. С удовольствием вести тепло. Войко, что ты любишь больше всего? Ну, перевожу. Что ты любишь больше всего? Венегрет. Да, чему же венегрет? Да, ты не понимаешь. Випьешь четверть самогону, два с половиной литра, и закусишь его венегретом. Потом еще четверть. Знов закусишь его венегретом. Потом еще четверть. Потом выйдешь на дверь. Сниг беленький-беленький, а не трешечки. Зира и кисяя. Як пернешь самогону, и венегрет не мов вишиванка. Да, я вам об этом уже после передачи расскажу. О том, что было. Я был этому свидетель. На следующий день, после того, как объявили смерть Иосифа Виссарионовича Сталина. Это было связано с снегом и с венегретом. С совершенно трусовым. В моих детских воспоминаниях. Спасибо, уважаемые телезрители. Мы сегодня заканчиваем нашу передачу анекдоты. с Александром Акселеродом. Желаем всем хорошего дня и хорошего вечера. Ведущий в студии Юрий Проскуряков. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...